6 часов вечера на Дону 107,9 в Морозовске 103,1 в Семикаракорске 105,6 в Песченоковском Обо всем самым сокровенном О том, о чем мне принято говорить вслух Поговорим в ток-шоу 18+, или о чем говорят женщины Мужчинам слушать рекомендуется Категория 18+, Добрый вечер, друзья! Привет всем стоящим в пробке, готовящим ужин Еще не ушедшим с работы, если кого-то забыла То вам тоже огромный привет Как вы уже, наверное, догадались Сегодня с вами наша дружная компания Наталья Генцель Екатерина Трофимова Марина Орлова И также с нами Сергей Гужев, наш звукорежиссер Марк Твен сказал Только дети и дураки говорят правду Вывод понятный Взрослым и мудрым свойственно лгать Ну а вот что считать ложью И почему говорят, что правда у каждого своя Когда лучше сказать правду Когда промолчать А когда даже обмануть Да, и такое бывает, друзья Что лучше Что лучше и обмануть А вот в каких случаях Узнайте сегодня Ой, закончится наша программа сегодня По секрету оргазмом Что вы считаете, что же все-таки лучше Горькая правда или сладкая ложь Или может быть в вашей жизни были случаи, когда вы убедились на своем опыте, что лучше В общем, ждем 200 рублей на 25.19 А я буду слушать вас обеих Звонки радиослушателей И как бы в каждой ситуации Разбираться индивидуально Смотри, что в каком случае лучше Это будет очень интересно, я думаю Ну давайте разбираться Начнем сначала Во-первых, мы скажем, что Будем рассматривать сегодня отношения супругов Или молодых людей Поэтому и начнем сначала С типичной ситуации Появился другой или другая Вот что, Наташ Приходишь и правду говоришь Ну даже не знаю Потому что Как бы Подобные ситуации Конкретно у меня Были в жизни О себе Я всегда говорила правду Да, вот он появился Значит все Я должна прийти И сказать Потому что Ну даже маленькая Для меня вот эта маленькая Дешевенькая Ложь, которая все равно Естественно станет Явью Она, мне кажется Унижает человеческое достоинство Поэтому я, да Я за то, чтобы прийти и сказать А вот если ты знаешь Ну например Что твоей подруге изменяет муж Ну о подругах Мы подробнее поговорим Это будет другая история Конечно, другая Тогда пока Я категорически Мой ответ Я против Я за правду Я вот такой тебе встречный вопрос задаю А если ты не знаешь Может быть это как-то временно Или несерьезно Бывает же в отношениях Что кажется, что нравится Потом проходят две недели И уже не нравится А ты взяла и всю правду рассказала Или взял и всю правду рассказал Нет, нет Резать не дожидаясь Перетонитов Нет, нет Это не для меня Что оно рассосется или что Сегодня нравится Завтра нет Вот если ты уже Как говорится Определённо Определённо Изменил Супругу Значит скажи ему об этом Катя, рассуди нас Ой, но В жизни много разных ситуаций Тоже Категоричная такая позиция Она всегда приводит к тому Что жизнь ставит тебя Перед выбором И именно в такой ситуации То есть никогда не говори Никогда Да и никогда не говори Нет Есть, например Вещи, которых Даже психологи Рекомендуют солгать При том, что Вообще психология Основана на том Что доверие Это база отношений Доверие Это основа для отношений И только правда Но в данной ситуации Рекомендуют действительно солгать Потому что Действительно ситуации Могут быть разными И ситуации могут быть такими Что человек, например Раскаялся Чистосердечно признался Попросил прощения Облегчил душу Даже, можно сказать И забыл об этом Отпустил А второй человек Всю жизнь с этим живет И всю жизнь не может простить А ведь не прощение Или обида Это и психосоматические заболевания Это и камень в душе Это и барьеры в отношениях То есть Между двумя любящими людьми Вырастают препятствия Другое дело Что слушатели могут задать вопрос Кто же их создал Не надо было изменять Создали Конечно же Оба Почву создают два человека Но кто-то Кто наименее силен Он идет на это нарушение И в дальнейшем Происходят вот такие события Здесь есть еще один момент Подводный камень Дело в том Что Если не признаться Вот Наташа говорит Что очень часто Если произошла измена То это означает Что это уже конец отношениям И часто бывает действительно так Любовь прошла Или там остыли чувства И измена Она является вот таким симптомом Конца Начало конца Или концом Но это бывает далеко Не всегда так И вот молчание В данной ситуации И раскаяние Помогают Или перейти в новую фазу отношений То есть там где Вы уже по новому По другому Пытаетесь простроить отношения Часто это при помощи психолога Конечно делают Самостоятельно Люди долго могут блуждать В этих похождениях И искать выход Или же Действительно Если любовь ушла То она уже ушла А что прям Не вернешь уже? При желании Можно вернуть При желании Можно вернуть Но я поскольку Очень часто работаю С такими ситуациями То например Иногда даже и непонятно Надо ли возвращать И что делать Скажем Прожили с женой 17 лет Не было детей И вдруг У любовницы Буквально Несколько встреч И она беременна Как быть В этой ситуации То есть Что здесь является важным Конечно человек решает сам И конечно в данной ситуации Правда Поможет прояснить И пролить свет Ну вот интересно Были ли такие ситуации У наших слушателей? Друзья Звоните 200 ровно 2519 Очень интересно Были ли такие ситуации У вас И какое решение Приняли вы И не жалеете ли вы Об этом? Может быть вы считаете Что наоборот Поступили в тот момент правильно Мы сейчас прервемся У нас музыкальная паула Давайте с нами танцевать Потом вернемся В нашу студию Какой удобный оппози Ничего не предвещало Вроде бы А теперь не понимаю Быть или не быть Почему не совпадает В чем секрет То тебя уже нету То меня еще нет Я сегодня словно Между двух огней Или на краю обрыва Если быть точней Не забудь свой зонтик Белый путь и дождь Я тебе намекаю А ты никак не поймешь У меня появился другой У меня появился другой У меня появился другой Ты просил найти выход А выход только такой Ты просил найти выход А выход только такой Это стало понятно Это стало понятно Я тебе намекаю Я тебе намекаю Я тебе намекаю А ты никак не поймешь Солка Солка Ты не знаешь Ты просил найти выход А выход только такой Ты просил найти выход А выход только такой Субтитры делал DimaTorzok Ты просил найти выход, а выход только такой Марина Орлова, Екатерина Трофимова и Наталья Генцель О чем же сегодня говорят женщины? Как всегда говорим о наболевшем, такие уж мы Наташа, вот ты сказала, что лучше все-таки «Горькая правда» пришла Вот как в песне, да, «Виагра» появился другой, пришла и сказала Ну не такая уж она и горькая, по крайней мере, если я говорю правду, то для меня она вообще не горькая, а сладкая Это для тебя, ты понимаешь, что у тебя крылья выросли, ты влюбилась, сердечки в глазах, все хорошо А ты когда-нибудь задумывалась вообще о том, что сейчас испытывает и что чувствует этот человек, которому ты всю эту «Горькую правда» рассказала? Нет, зачем, я свою жизнь живу, пусть он сам о себе задумывается Почему у него жена вдруг захотела куда-то пойти и нашла себе вообще другого А, то есть сам виноват? Да Какая прелесть Я вообще, я сформулировала для себя очень простые определения, почему правда лучше, почему лучше и легче быть честным человеком Прямо вот так Вот, значит, люди, которые говорят правду, они всегда уверены в себе То есть они же не боятся разоблачения Вот я уверена Вот я уверена Уверена, что не запутаешься Да, людей, которые говорят правду, их боятся и уважают одновременно И у меня много коллег, подчиненных, которые прям не дадут соврать Уважают, но боятся, но к советам прислушиваются тоже, это приятно Те, кто говорит правду, они имеют вообще лучшее состояние здоровья, мне кажется Потому что ложь любая, это стресс Как вот работают вот эти детекторы лжи То есть они там что-то считывают Человек в стрессе, у него там скачут пульсы Я уж не знаю, что там они еще замеряют, эти умные ученые И как бы даже американские ученые считали, что люди, которые врут, у них в 4 раза чаще головные боли бывают Вот у меня вообще голова не болит Да что ты Да, вы не представляете Так вот он Ну и человек, почему, конечно, это все в рунишке Еще мне кажется, что человек, если он не совсем бессовестный, он мучается стыдом сам от своего вранья Ведь это же стыдно, нас так с детства учили, как бы родители, школа, меня еще как-то сабо успел Ну подожди, ложь бывает разная, мы еще обсудим это Надо все время думать, что говорить, что нельзя говорить А как же святая ложь, Наташа, а как же святая ложь Какая еще святая? Я вообще не понимаю Мы вернемся к этому Мы вернемся Вот правда у каждого своя Я хочу сказать, у Наташи позиция такая Вот изменились мои чувства, значит изменилась моя жизнь Изменился человек, который рядом Но есть люди, которые выбирают для себя, например, одна семья Они выбирают, что мы будем хранить вот эту верность А потом, ох, ой, не сохранили Вот И как-то вот обидно, но хочется продолжить Вот Идти к своей цели Вот к единой семье Подожди, оба не сохранили? Ну я не знаю, оба ли, один ли Но вопрос в том, что Семья ценностью является Наталья говорит о том, что для нее ценность, ее состояние, ее ощущения Но мы все разные И есть очень много мужчин, для которых важен статус, которые любят жену, но у которых есть определенные сложности во взаимоотношениях, в том числе интимного характера То есть любят жену, но 55 любовных Ну вместо того, чтобы решать интимные сложности, он идет и находит новых женщин, что его стимулирует, повышает самооценку на очень короткий период времени Тем не менее, он как-то пытается справиться с тем, что у них сложности Он же не психолог, у них нет специального образования, он не знает, что делать Интуитивно Интуитивно И ищет решение проблемы Спасибо Так вот я хочу сказать, что для людей, которые хотят сохранить отношения в данной ситуации, лучше молчать Для людей, которым важнее соответствовать себе, как ты говоришь, быть здоровым, энергичным Может быть, одиноким, может быть, 55 раз женатым, но честным с собой Честным И принадлежать себе и любить себя Да, потому что любовь к себе тоже по-разному понимается, да То вот для них важно в этой конкретной, мы сейчас об этой ситуации говорим, быть честным Потому что вот эта правда, она может разрушить даже самую крепкую семью Я все равно с Наташей буду спорить Наташ, в течение двух часов Я не против А, кстати, друзья, если вы хотите тоже поспорить с нами или высказать свое мнение Звоните в нашу студию по телефону 200, ровно 2519 Потому что мы работаем в прямом эфире И нам очень важно знать ваше мнение И кто расскажет самую интересную историю Заставит, может быть, нас поверить в свою ложь Он получит от нас маленький приз Это сертификат на 1000 рублей В магазин женской одеты Заманчиво, друзья, звоните Ну что, переходим к следующей нашей теме Да, вот очень интересно мне стало, когда я готовилась к этой теме Разобраться в том, кто же чаще все-таки обманывает, женщины или мужчины Да, мне же мужчины Вот я попытаюсь выговорить название этого университета Мужчины чаще обманывают, чем женщины Установили ученые из университета Хертфордшир Да, я постаралась В среднем мужчина врет 3 раза в день, а женщина 2 То есть, я так понимаю, были какие-то исследования, замеры И по данным автора исследования Профессора психологии Карен Пейн Кать, ты, наверное, знаешь, да, такого профессора Среднестатистический мужчина врет С удовольствием 1092 раза в год, а женщина 728 раз Вот Женщины догоним и перегоним Смотри, интересно, что дамы чаще всего говорят неправду о стоимости новых вещей Причем подругам они называют завышенную цену покупок, а мужьям заниженную И также женщины часто врут по телефону, когда говорят, что заняты или не слышат собеседника А вот представители сильного пола чаще прибегают к лжи, когда дело касается отношений, отмечают ученые Давайте обсудим Такую информацию я нашла Очень интересное исследование в том плане, что где они брали выборку и как они, собственно... И может быть это касается только американских мужчин и женщин? Может быть, да, непонятно, но мой круг общения состоит из женщин и мужчин, которые стараются быть честными с собой И те, кто приходят на прием, они уже правду ищут, правда же? Конечно Ну и, собственно, коллеги мои, понятно, они уже нашли и продолжают искать Ну и друзья тоже предпочитают правду лжи А вот если говорить в общем, то, конечно, да, наверное, для мужчин вопросы отношений, они более волнительные, напряженные Где хочется прибрать для того, чтобы, да, с вами что-то принадлежать, милые лжицы, да А вот интересно, Наташа, представляешь, если бы мужчина сразу говорил правду о количестве своих бывших Мужчина с возу на троге легче Это было бы брест Вот, девочки, знаете, еще считается, что не только там мужчины лгут, там, чаще женщин А вот вне зависимости от пола, чем человек социально активней, тем больше он врет И вот интересно, почему? То есть, чем больше человек не удовлетворен вот этой реальностью вокруг себя Тем больше он лжет, пытаясь переделать, перекрыть эту реальность под обстоятельства какие-то А мне кажется, это два разных понятия вообще Сейчас всем трудно, одним врать, а другим верить Очень всем удовлетворен А другие делают вид, что верят Вот это выражение, кому сейчас легко, да, вот так нелегко Интересно, а почему? А вот если говорить правду, все очень просто Но ты понимаешь, ты сама себе противоречишь Ты говоришь, что мужчина, вернее, человек, который активно общается с людьми Конечно, он будет врать чаще Потому что, понимаешь, одному нужно сказать одно, другому другое, третьему третьему, так, чтобы не обиделись остальные Вот эти условности, вот эти моральные, они мне тоже не очень нравятся Как-то у нас так принято не говорить в лицо человеку о его недостатках Ну, я для себя нашла решение, как не врать и не говорить Я перестаю общаться с этими людьми И все Какая прелесть Расправдимая Так все могут отпасть Ну, может быть, и тогда я буду любить сама себя Останусь я, останусь я Главное, чтобы ты не обманула себя, Наташа То придется расстаться с собой Ну, мы с тобой точно не расстанемся Давайте сейчас песню послушаем Да, потанцуем Скажи мне Скажи нет Серьезно Мне поздно Скажи нет Мне тогда Как будто не было любви И не надо Прости, но Я не смог Не сумел Не посмел Скажи ты Мне тогда Как будто не было мечты И не надо Скажи нет Скажи нет Мне в ответ Серьезно Не поздно Скажи нет Мне тогда Как будто не было любви и не надо Будь смелей, не жалей Скажи нет мне скорей Один раз навсегда Как будто не было у нас и не надо Скажи прочь, но дай ночь Не в дар ночь, что сладый Скажи нет, без труда Как будто не было измены, не надо Скажи нет, скажи мне Беспечно, но вечно Все решит в никуда Как будто не было души и не надо Скажи нет, скажи нет Сквозь полет, скажи нет Серьезно, не поздно Скажи нет мне тогда Как будто не было любви и не надо Скажи нет, скажи мне Разруши мне душу Ну что ж, не было и не надо А нам надо, друзья Нам нужно, чтобы вы звонили Надо, надо, надо Нужно, чтобы вы звонили 200 ровно 2519 Тема у нас сегодня Что же все-таки лучше Горькая правда или сладкая ложь Пытаемся в этом разобраться Будем рассматривать Различные ситуации Наталья у нас сегодня За горькую правду А я за сладкую ложь Да Я буду продолжать доказывать Наталье Что иногда, иногда Кстати, мы еще рассмотрим Если, например Вот что такое недосказанность Это все-таки ложь или нет Так что, ну это будет чуть позже Это интрига Маленькая интрига Друзья, 200 ровно 2519 Звоните или пишите по номеру Ватсап 8 930 8 165 100 и 7 Девочки, знаете, что хочу обсудить? Просто не могу молчать Давай Часто же бывают ситуации, когда жена Ну немножко искажает правду Например, купила что-то Исказать правду, это соврать Подожди Называйте вещи своими именами, Марина Ну подожди Нет, подожди Она же не говорит, что не купила это платье Она говорит, что купила его на распродаже Ты знаешь, почти даром Вместо 10 тысяч рублей А где она взяла вот эти деньги лишние Которые она потратила? Это хороший вопрос Не знаю Не знаю, где взяла Но точно не сказала правду Точно знаю Или, например, сказала, что пошла за продуктами А сама с подругой Сидит, пьет кофе Мне кажется, что в этой ситуации Виноват мужчина Да Ты считаешь, нечего было жадничать? Нет, я считаю, что мужчина создал такую ситуацию Что женщина не может ему сказать правду Может быть, она боится Может быть, он запрещает ей общаться с подругами Господи, зачем такой мужчина нужен? Наталья тоже считает Такой кошмар боится Мужчины, если вы не позвоните Вы чувствуете, да, к чему дело Сейчас просто проголосуем Что все, виноват мужчина И все Мужчины, звоните и рассказывайте А может быть, обратная ситуация бывает Когда мужчине приходится обманывать То есть, купил кофточку и скрыл от жены Что она стоит Нет, гороженая резина очень актуальна Вот это, кстати, да Мой знакомый муж долго не давал ей денег А потом взял и перевел машину на газ Очень было обидно А я вот недавно прочитала один и тот же анекдот Только вот с разных сторон Первый звучал так Что жена мужу говорит Я вот волосы перекрасила Ты что, не видишь? Он говорит Ой, вижу, как красиво Она говорит А я и не перекрашивала А он как раз-таки в другую сторону Когда он ей говорит Посмотри, я новую зимнюю резину купила Она говорит Ой, какая классная А я не покупала То есть, вот даже вот в таких мелочах Люди врут Хорошо, если другой, обнаружив правду Как-то с юмором отнесется хотя бы к этому Да, если вот Он так относится Но все равно я считаю Что вот эта мелкая бытовая ложь Накапливается 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 И потом становится просто брезгливо Неприятно с этим человеком Который почему-то по мелочи тебе вот лжет Почему он не может тебе сказать правду? Что вот этого изменится в ваших отношениях? Подожди, давай рассмотрим вот эту ситуацию Вроде бы по мелочи Пошла с подругой А сказала, что в магазин за продуктами Да, кто-то коллега встречает И говорит Это я вчера твою жену увидела Так, хорошо И что дальше? Но я скажу так Неприятно, когда контролируют Когда проверяют Известны мне ситуации Когда чеки требуют предъявить Когда требуют подробного отчета На что куда деньги потратила Когда лишняя копейка Это скандал в доме Да, и конечно Эта ситуация Она создает почву для лжи И это вклад мужской Да, ну в данном случае Если это мужчина делает Но дальше идет вклад в женский Да, ты можешь Или подчиниться, покориться Раз ты уже выбрала этого мужчину Своим мужем Первый вариант Второй вариант Не покоряться Если тебя не устраивает Подобный вид взаимоотношений И выйти из этого контакта Третий вариант Оставаться честной И идти на конфликт Если уже ты Решила на него пойти А так получается Что я буду умнее тебя Я тебя обману И мы друг друга за нас водим Получается, что если ситуация прояснится То гнев подобного человека Он может быть настолько сильным Что приведет к какой-то Это будет страшнее, чем страшно Девочки, нужен компромисс Например, девушка хочет купить это платье Оно стоит 10 тысяч рублей Мужчина говорит, что нет Это уже 156-е платье В твоем гардеробе Оно тебе не нужно Я против Она очень хочет, он против Что делать? Если не обмануть Вообще, кто против платья Что тут обсуждать? А что, завтра ему придет И скажет, что она его купила За 500 рублей? Ну, ситуация очень размытая Потому что, может быть, действительно Там платье некуда складывать И как бы у девушки шапоголист Как не девочка, разве можно так говорить? Нет, Наташа Я хочу быть нейтральной в данном вопросе Потому что у меня есть такие девочки Которые настаивают, покупают Потом приходят ко мне и говорят Ну, если честно Если честно Я пересчитала вот джинсы У меня их 40 40 пар джинс Девочки Вот это вот Ну, как-то вот Я вся прям покрылась Я вижу Я вижу Наташи 41 Пара И они не слушают меня А вот мужчины, наверное, сейчас со мной согласятся Что действительно Иной раз Вот я вам честно Вот сейчас каюсь, ребят Каюсь вот В прямом эфире Внимание Бывает, куплю кофточку Прихожу домой А там такая же Вот честно Я забыла о ней Я о ней забыла Хорошо, что муж не пересчитывает кофточки Он не замечает, что у меня две почти одинаковые А я считаю, Катечка Что это говорит о твоей стабильности Тебе нравится эта кофточка Постоянство, признак мастерства Да, Катя Вот, друзья Мы прервемся на этой удивительной, увлекательной ноте Раздовор о кофточке мы просто можем продолжать и продолжать Я чувствую, что да, рано бы прервались Три минуты нам, конечно, не хватит Но ничего, мы попробуем Новости коротко 470 тысяч рублей Таким будет материнский капитал в 2020-м В Ростовской области проиндексируют единовременную выплату женщинам, родившим второго ребенка 50 многодетных мам получили почетные дипломы губернатора и денежные поощрения Праздник ко Дню матери прошел сегодня в областном доме народного творчества И более 200 самбистов из 13 регионов России приедут в Ростов Всероссийский турнир по самбо на Кубок губернатора пройдет в Данскую столицу Слушайте подробно в выпуске новостей в 18.50 Внимание у налогоплательщиков До 3 декабря 2018 года вам необходимо оплатить имущественные налоги А также налог на доходы физических лиц Исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами Пользователям сервиса личный кабинет налогоплательщика Налоговое уведомление на уплату налогов будет направлено только в электронном виде Подробная информация на сайте www.3wnalog.ru В налоговой инспекции и по бесплатному номеру Единого контакт-центра Федеральной налоговой службы России 8 800 2 222 222 Кадастровая палата по Ростовской области Осуществляет выдачу сертификатов электронной подписи удостоверяющего центра На базе Федеральной кадастровой палаты С помощью электронной подписи можно пользоваться услугами Росреестра и других ведомств Сертификат электронной подписи, выпущенный в электронном виде, можно приобрести за 700 рублей Подайте заявку на сайте удостоверяющего центра www.uc.kadastr.ru Подробная информация на сайте www.kadastr.ru Телефон рекламной службы FM на Дону 201 79 00 Выходные Неизведанные маршруты, исторические места и легенды Донского края В программе «Выходные» на радио FM на Дону Слушайте программу каждую пятницу Категория 12+, спортивная программа Спортсмены, тренеры и спортивные эксперты В четверг в 18 часов на FM на Дону Категория 12+, связаться с ведущими радиостанцией FM на Дону Можно и по номеру WhatsApp 8-900-38-165-107 Присылайте свои сообщения с 7 до 9 в программу «Ранняя пташка» Из 13.00 до 14.00 в большой информационный час 8-900-38-165-107 А как хотелось бы мне опять Из всех несказанных слов Три самых главных сказания FM на Дону В дни вечер в Саренто Нас погоды не балует FM на Дону В ресторане, а в ресторане А там гитары, а там цыгане Русский парень от пули бежит Русский парень от боли не стонет Русский парень в огне не горит Русский парень в воде не тонет FM на Дону Марина Орлова, Екатерина Трофимова и Наталья Генцель О чем же сегодня говорят женщины Друзья, вообще тема у нас что лучше Горькая правда или сладкая ложь Но честно вам признаемся, три минуты мы говорили о кофточках Разговор нас увлек Потому что нам даже сообщение написали Что женщинам свойственно ошибаться У меня есть разного цвета Но одинаковые Замечательно Мы вспомнили 50 оттенков синего Синего-серого И придумали, как можно еще обманывать мужей Можно одинаковые кофточки покупать А он и не поймет, что она новая А ты идешь в новой кофточке, вся такая модная А муж думает, что ты в старой Ха-ха-ха Друзья, 200 ровно, 25, 19 Напоминаю, телефон прямого эфира Звоните в нашу студию Не стесняйтесь, рассказывайте, что вы думаете Что же все-таки лучше, горькая правда или сладкая ложь Наталья продолжает сражаться за правду Биться Биться Потому что честность Это гениально просто А в это время у нас сообщение В это время сообщение Вас поддерживают наши слушатели Пишут Мне кажется, что обе правы Важно выбрать в каждой ситуации, что лучше Да, друзья, еще поговорим мы о разных ситуациях А вот я, знаете, что нашла такую интересную информацию Она может быть полезной для наших слушателей Как вообще вычислить лгуна Вот в данный момент приходит женщина, супруга с пакетиком И начинает рассказывать тебе, что это кофточка с распродажа Так Мужчины записывайте Как понять, что она врет Да, ну или мужчина врет, например, если он шапоголик Приходит с резиной, говорит, это прошлогодняя А вы так раз и присматриваете с гребом Вот присматриваете, что вы увидите Смотрите, первый признак Человек резко наклоняет голову Я даже вижу, как она сказала Насколько резко, Марина, насколько резко он наклоняет Если вы видите, что человек делает непроизвольное движение головой Когда вы задаете прямой вопрос То, возможно, он собирается вам солгать Ты сейчас еще не успела сказать, у меня голова наклонилась И что теперь я? Я молча вру О чем? Ты собираешься это сделать Я всегда сидела на работе в автобусе Делаю все время зарядку То есть я готовлюсь врать Абсолютная ерунда Может человек просто шея затекла Шея занимается массажем Так, ну что, Екатерина Мне вспоминаются слова песни Что ж ты, милая, смотришь искоса Никого Наклоняй Трудно высказать и не высказать Все, что на сердце у тебя То есть вот трудно Хочется солгать Хочется скрыть правду Вот видите Все-таки подминется Не в голову врать легче Особенно если искоса Смотришь, да, вот так вот То есть речь идет сейчас о том Что, вероятно, человек испытывает Какое-то напряжение А вообще я хочу вам сказать Что наши мысли рациональные Они находятся в голове А чувства Чувства, которые не лгут Они в теле И вот это искривление шеи Искривление шеи Может говорить о том Что какой-то диссонанс возникает Между головой И туловищем Да может он плохо спал Затекла там как-то Неудобно спал И он типа Целый день такой Наталья, если я говорю Африца с колюзом Мы не рассматриваем Понимаете? Да Мне нужно время Чтобы прийти в себя Два типа песню Послушаем И продолжим Слышишь Как невесомо Крышу Нашего дома Пышный Вновь покрывает снег Утром Сказка растает Мудрый Все это знает Счастье Видимо не для всех Как в первый раз Смотришь в глаза Так что мне взгляд Отвести Нельзя На чистоту Я хочу сказать тебе Ты одна в моей судьбе Я боюсь Упустить мечту Но для тебя Я давно уже чужой Мы расстанемся с тобой Так скажи мне это На чистоту Знаешь Как я люблю Ты Знаешь Медленно Отпускаешь Словно кораблик Вновь Жаль Что Ангелы Наши Даже За руки Взявшись Вместе Нам не смогли Помочь Как в первый раз Смотришь Смотришь в глаза Так что мне взгляд Отвести Это Нам не смогли Нам не смогли Нам не смогли Ты одна в моей судьбе Ты одна в моей судьбе Я боюсь Упустить Мечту Но для тебя Я давно уже чужой Мы расстанемся с тобой Так скажи мне это На чистоту О чем же сегодня говорят женщины Категория 18+. Говорим на чистоту, кстати Сегодня мы Глаза загорелись Только правда Загорелись Только правда И ничего Честную правду Честную правду Да Друзья Что же все-таки лучше Горькая правда Или сладкая ложь Кстати вот Наталья Держит в руках сертификаты Вот она даже положила на стол Это у нас сертификат В салон Лаурель Между прочим Женская одежда И аксессуары Кстати К нашей сегодняшней теме Друзья Не придется обманывать мужа Вот пожалуйста Сертификат на 1000 рублей Так что звоните Рассказывайте нам Что-нибудь интересное Может быть вы Впервые в жизни Не солжуть Покажете А может Правду расскажете Да В любом случае Звонить очень интересно А мы продолжаем О признаках лгунов Вот человек стоит Неподвижно Обычно при разговоре Люди часто совершают Небольшие телодвижения Расслабленные И как правило Неосознанные Поэтому если вы видите Что человек стоит Абсолютно неподвижно То у него 300 парникулита Столбняк Я уж не знаю Столбняк Или просто Паралич еще Заслушаешь Просто у него осанка хорошая Нет Значит он себя как-то сдерживает Он Или что-то замышляет Балета нашего музыкального театра Он просто Всегда как раз Балеты между прочим Себя очень так расслабленно ведут Да Ну конечно Там все осанка Понятно Но все равно То есть они не будут Нет Абсолютно открыты Ну ладно Я возражу тоже Да Потому что неподвижная поза Может говорить о том Что человек погрузился в себя О чем-то размышляет Это некая Застыл Это может быть признаком Трансового состояния Да Когда человек погружен в себя Погружен в свои чувства Он может действительно Смотрит вовнутрь Да Что-то сказал Да Он смотрит вовнутрь И поэтому Ну вот так Другое дело Что я хочу сказать слушателям Что если Предположим Человек стоит неподвижно И хочет что-то Может он замерз Наталья Я комменел Извините Ну просто ты посмотрела Да Какая погода И я хочу сказать Что даже если человек Стоит неподвижно Есть миллион способов Понять Лжет он или нет Другими словами Он может моргать Он Ну вот у Марин Еще есть много признаков Давайте Давайте дальше Все равно Вычислить можно Вычислим Друзья Вычислим Вот например Непроизвольно Дотрагивается Он до какой-то части До какой-либо части тела Это не то Вот у него что-то болит Я не знаю Или за часом До горла Груди Или живота Или может быть До кончика носа Вот я например Люблю платье с большими карманами Можно очень непроизвольно Кстати руки когда прячут Тоже говорят Что Может они там Липкие Может он их врет Волнуется И вытирает их там В своих карманах А чего это Он волнуется Потому что врет Непроизвольные движения Это движение Которые человек делает Постоянно Мы то ногой покачиваем То волосы поправляем У меня знаете У меня есть такая подруга Которая уснуть не может Не покачивая ногой Она прям себя вот это Укачивает Выкачивает То есть Конечно Есть индивидуальные моменты Индивидуальные особенности Но Я специально как психолог Обращала внимание На вот эти моменты Касающиеся носа И рта Потому что Здесь эта область Особенно изучена хорошо Психологами И следующими Невербальное поведение И вот говорят Что человек Прикрывающий рот Как будто бы хочет Удержать Ложь Как будто хочет Собрать Касающийся носа То же самое Это вот Примерно Отслеживало себя Когда моя рука Непроизвольно тянулась К рту Или к носу Отслеживало То о чем говорят Другие люди Как правило Это может быть связано Не столько с ложью Сколько с тем Что человек Уверен Но не до конца Ну на 99% Он говорит Я знаю Что это точно так И трет Сомневается Ну доля сомнения Есть Ну например Вот в последний случай Мне вспоминается Одна моя клиентка Рассказывала Что она видела Какой-то странный объект И она точно его видела И в этот момент Она стала чесать Почесывать нос И я поняла Что она его как бы видела Но то что точно Она вот в этом сомневается Сомнение Как в песне Может быть показалась Может быть показалась А может быть Ну то есть Видно Что она как-то была Очень эмоционально возбуждена То есть что-то происходило Что-то видела А что-то точно Но она не знает точно Что это было Ну давайте дальше Поехали Если Ира просто качает Постоянно ногой Это ничего не значит Что она мне Ира привет Ире привет Можно качать ногой Да А вы смотрите Замечание Замечание Что лгунам Часто становится Трудно говорить Например Когда человек виноват То он с каждым словом Будто становится Будто ему все Труднее и труднее говорить Да Забрался И говорят Что в такие моменты Уменьшается слюноотделение И именно это Приводит к сухости в горле Да Однозначно Есть такое А моя бабушка говорила Что язык куда-то засосало Не будем уточнять куда Но вот здесь же Чтобы мне было стыдно Если я так присочиняла что-нибудь Она меня ругала Язык засосал Да Я вот так молчу Глазами хлопаю Она говорит Что язык засосал Не можешь правду сказать А я знаю Что по-моему Это была такая китайская процедура Древняя Для того чтобы вычислить Говорить человек правду или нет Ему давали сухой рис И он должен был его съесть Если человек лжут У него сухо во рту Он не мог его Проглотить Проглотить Слюны вообще нет во рту А если он говорил правду Такой детектор лжи Очень интересный Но Если говорить о том Что трудно говорить И человек начинает там заикаться Не членораздельно говорить То здесь можно Констатировать Что есть факт Того что он эмоционально вовлечен В силу ли того что он лжет Или в силу ли того что информация Для него важная Слишком затрагивающая Вот тут я бы поставила вопрос Я когда волнуюсь Я тоже заикаюсь Да Ну вот еще у нас Два таких признака Человек смотрит не моргая Обычно люди избегают Смитительного контакта Когда было неинтересно Когда врут Но некоторые могут Нарочно смотреть прямо в глаза Для того чтобы сбить тебя с толку Наташа сталкивалась с таким? Конечно Я смотрю на тебя как смотрю Прямо в глаза Ты же за правду сегодня Подожди А я забыл Извините Вот когда люди говорят правду То большинство смотрит все таки по сторонам Периодически останавливая взгляд на собеседники В то время как лжец смотрит Холодным Пронзительным взглядом То есть он пытается Смитительным взглядом Знаем мы таких Да Есть такое? Но Тоже Как вариант Это можно рассмотреть Или он правдивый Или он лжец Вот и пойди разберись Да вот и пойди разберись Да потому что действительно Если человек рассказывает О чувствах И взгляд его не опускается вниз Да Если он рассказывает об услышанном И взгляд его не направляется в стороны Или об увиденном И взгляд его не поднимается кверху То возникает предположение Что этот рассказ Некая заготовочка Которую тебе хотят преподнести И отслеживают твои реакции Не столько свои Не столько это основано на воспоминаниях И реальных событиях Сколько на том Что тебе хотят преподнести Но Опять-таки Возвращаясь к признакам Например Трансового состояния Или особого состояния сознания Расслабленного состояния Здесь Окаменеют позы Останавливается взгляд И это То состояние В котором Все эти признаки Могут быть Наоборот Как раз таки Повернуты В сторону Правды То есть человек Просто погружен в себя И он рассказывает о том Что он чувствует Переживая Да И Но и здесь Но и здесь Но и здесь Глаза будут двигаться Все-таки Поэтому Остановившийся взгляд Если ничего не движется То значит он уже умер Ну да Это или шок Да Или это может быть Действительно ложь И еще Человек слишком много говорит Вот лжецы зачастую Очень много говорят Так как считают Что это кажущаяся открытость Располагает к ним людей И заставит все-таки поверить Всказанное Совершенно глупая мысль Девочка Потому что ощущение Что мы все врем Вот прям все втроем сидим Потому что мы без заставки Говорим А это не так И это не так У нас сегодня все на чистоту Мы кристально честно А вот я хочу еще сказать У меня есть один знакомый Мальчик Мальчик Такой вот Сын мой Который играет Когда в мафии Он обыгрывает всех Это очень Немногословный человек Но он умеет Очень легко бороться с ним Его надо быстро выгонять Играла я с ним Да Тяжело? Оля Он такой умный Как просто Мы там все были за столом Вместе взятые Поэтому мы его очень быстро убили Буквально на втором ходу Ты слишком много знаешь Тебя пора убить Что ж друзья Мы прервемся На несколько минут Говорим мы сегодня Тема программы Что же все таки лучше Горькая правда Или сладкая ложь Почему Звоните Учите Учите Как надо врать Рассказывать правду Потому что лжицы боятся Что мы выгодимы Как нужно лгать Да Бояться Что с этим делать В общем подумайте Пока у вас есть время Но оставайтесь с нами Не переключайтесь Никто Новости на Дону Категория 12 плюс У микрофона Наталья Тарасова Здравствуйте В этом выпуске Каким будет маткапитал Через два года Сколько многодетных матерей Получили сегодня Губернаторские дипломы И какие масштабные соревнования Будут проходить в Ростове В эти выходные Об этом другом Далее подробно 470 тысяч рублей Таким будет материнский капитал В 2020 году 490 тысяч В 2021 В Ростовской области Проиндексируют Единовременную выплату Женщинам Родившим второго И последующего ребенка Программа существует 11 лет И является хорошим Подспорьем для семей Рассказала ФМ Дону Замоправляющего Отделения Пенсионного фонда России По Ростовской области Светлана Жинкина В общем-то Это довольно высокие цифры И вот например Программа Это у нас продлена До конца 2021 года Размер материнского капитала Пока остается В тех же пределах 453 тысячи 26 рублей За время действия программы В Ростовской области Сертификаты получили 230 тысяч семей Больше половины из них Уже воспользовались Господдержкой Подавляющее большинство 95% семей Потратили деньги На приобретение жилья В этом году Выросло число заявлений На оплату обучения И содержание детей В общеобразовательных учреждениях По сравнению с прошлым годом Их стало больше На 34% 50 многодетных мам Получили почетные дипломы Губернатора И денежные поощрения Церемония награждения Ко дню матери Прошла сегодня В областном доме Народного творчества Здесь собралось Несколько поколений И чествовали не только мам Но и бабушек Галина Ярыкина В свое время Получила две медали За воспитание шестерых детей Теперь для нее Главное Это внуки Еще я родила деток Как ты думаешь Кто дороже Внуки Или дети Фууууу Конечно дети Ну как это Я их рожала Я их воспитывала Когда появились У меня внучата Да Дороже внуки Многодетных мам и их домочадцев поздравлял замгубернатора Сергей Бондарев. В эфире телеканала «Дон-24» он вспомнил и свою маму, 90-летнюю Людмилу Бондареву. Мама говорила, курить нельзя, а все равно, значит, баловались. Мама говорила, обрати внимание на учебу. С учебой у нас с сестрой было довольно-таки все неплохо, и мы имеем по несколько высших образований. Областное правительство ежегодно выделяет 10 миллиардов на поддержку семьи. Решен важнейший вопрос с ликвидацией очередей в детские сады. Сейчас задача обеспечить малышей яслями. Запасаясь мясными продуктами к новогоднему столу, обходите стихийные рынки, предупреждают ветеринары. По области сохраняется опасность заражения птиц гриппом, а свиней африканской чумой. Эпизоотическую ситуацию обсудили на заседании спецкомиссии по болезням животных, передают корреспонденты телеканала «Дон-24». В этом году по стране зафиксировано более сотни вспышек АЧС у диких кабанов и домашних свиней. А птичий грипп регистрировали 82 раза, в том числе в Ростовской области, рассказывает начальник регионального управления ветеринарии Владимир Жилин. По Ростовской области у нас был один эпизоотический очаг, по африканской чумой свиней и три инфицированных объектов, и четыре неплохо пункта у нас было по гриппу птиц. На сегодня ситуация у нас, африканская чума свиней, все карантинные пункты мы сняли, и по гриппу птиц у нас сейчас в стадии подготовки к снятию карантина. Это последний неблагополучный пункт в Каменском районе. Также на заседании комиссии говорили об электронной ветеринарной сертификации. С 1 февраля станет обязательным оформлять электронные ветдокументы на каждое наименование товара с определенной датой выработки. Производители торговой сети и розничные продавцы должны быть готовы к значительному увеличению электронного документа оборота. В начале октября в Москве прошел Всемирный старообрядческий форум. Это была масштабная международная встреча общественных деятелей, ученых, священнослужителей из разных стран. В Ростове сегодня живут более 500 старообрядцев. Корреспонденты телеканала «Дон-24» посетили старообрядческую церковь Ростова, которой уже больше 100 лет в Древней Церкви было принято креститься двумя перстами. Это одно из ярких проявлений традиции старообрядческой веры. Предложение креститься тремя перстами было непонято, объяснил телеканалу священник Иоанн Севастьянов. Два перста – это символ двух естеств Иисуса Христа. Он был одновременно и Богом, и человеком. Это основы православного богословия, догматики православной. Когда нашей церкви предложили креститься двумя перстами, то это было абсолютно не понятно, почему три перста. Ведь троица на кресте не распиналась. В 17 веке старообрядцы, чтобы сохранить свою веру, переселялись и в Сибирь, и в Поморье, и на Дон. Многие покидали Россию. И так продолжалось еще несколько веков, рассказывает зампредседателя Церковного совета Покровской старообрядческой общины Ростова Иван Распопин. Мой дедушка, он был мигрантом, он сам родом из Красноярского края. И в годы Гражданской войны они эмигрировали вместе с большой другой русской диаспорой в Харбин. Какое-то время там жили. А в 40-х годах, после окончания Второй мировой войны, они вернулись в Ростов. Старообрядческий Покровский собор, несмотря на исторические катаклизмы, сохранил свой первозданный вид. Было время, когда он был закрыт, но уже с 40-х годов прошлого века советская власть вернула храм Старообрядческой общине. Более 200 самбистов из 13 регионов России приедут в Ростов. Завтра стартует Всероссийский турнир по самбо на Кубок губернатора Ростовской области. В двухдневных соревнованиях примут участие спортсмены из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии, а также из Воронежской, Московской и других областей. Лично командные соревнования проводятся в 10 весовых категориях среди юношей до 18 лет. Победители и призеры получают право на присвоение спортивного разряда кандидат в мастера спорта. Соревнования проходят на Дону уже в девятый раз. 86% абонентов Теледва в Ростовской области имеют доступ к 4G. По данным пресс-службы компании, за год покрытие сетей третьего и четвертого поколения в регионе практически сравнялось. Благодаря этому на 18% увеличилось число интернет-пользователей. Трафик в сети 4G вырос в три раза. При этом дончане являются более активными пользователями 4G интернета. На них приходится около 40% от общего трафика четырех южных регионов. По словам технического директора макрорегиона Юг Теледва Олега Савчука, гаджеты с поддержкой LTE также становятся доступнее. Со своей стороны оператор модернизирует инфраструктуру для того, чтобы абоненты комфортно пользовались услугами даже в моменты пиковых нагрузок. Помимо этого, в компании работают над качеством связи в отдаленных населенных пунктах. В результате зона покрытия сети 4G с начала года выросла на 8%. Это были новости ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. С вами была Наталья Тарасова. И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области, в Ростове-Азове ночью облачно с прояснениями и без осадков на термометре от минус 8 до минус 10 градусов. В Сальске – Целине до минус 6, в Шахтах – Волгодонске до минус 11, в Чертково и Миллерво – минус 13, в Морозовске – до минус 15 градусов. Также без осадков ветер северо-западный с переходом на восточный и юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 7 часов вечера на Дону Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я отпустила эту ситуацию И со временем я поняла Что подруга не просто догадывается О неверности Божия Вот она просто закрывает на это глаза Ей так удобно Выгодно вести свою не совсем монашескую жизнь Что они такие оба Слава Богу, что я этого не сделала То есть Не взяла, что называется грех на душу А ты же за правду Получается что-то же тебя остановило Скажи мне, что это? Потому что это не моя правда Это их жизнь Это не мое То есть Правда должна быть брать себя Если бы я была любовницей ее мужа Я бы ей, наверное, это рассказала Ты что? Что бы я ей рассказала? Ты чистосердечно призналась Чистосердечное признание А интересно, будет ли сейчас Чистосердечное признание Потому что у нас телефонный звонок Давайте узнаем Алло, здравствуйте Добрый день Добрый день, добрый вечер Как вас зовут? Меня зовут Эдуард Вот час прошел Я слушаю вашу передачу И еще никто вам не позвонил Но я решил поддержать вас Да, Эдуард, спасибо Вы знаете, нам звонили Звонили Ждали Но вот в последний момент Почему-то Передумывали Передумывали Вот вы такой у нас смелый Самый смелый давайте Самый смелый, самый честный Ну я хочу с вами поспорить Вот в том смысле Что ложь и правда Иногда могут принести Какие-то несчастья И прочее, и прочее Значит, если врач Обнаружил у больного Очень серьезное заболевание Если слушать Наташу Он должен ей в глаза сказать Что он сильно болен И это уложит его посильно долго То есть, если уже главная ситуация такая Что нужно, прежде чем говорить Правду или ложь Нужно обязательно Подумать, как в шахматах На два-три шага А во что это все обойдется Во что это обойдется Какую, ну, рану Можно нанести человеку Сказать правду Конечно Поэтому нужно каждый раз Прежде чем говорить Что-то Нужно подумать А что же произойдет С этим человеком Да, там Можно я скажу, да Есть разная позиция У врачей Например, зарубежные врачи Предпочитают Говорить правду А наши скрывать Знаете почему? Считается, что Если даже человеку Осталось немного Это все его дни жизни Другими словами Он может их прожить Так, как всегда мечтал Но никогда Не мог себе позволить То есть он может отправиться В путешествие На оставшиеся деньги Или он может Вот просто Поговорить с кем-то Сказать какие-то слова Которые все время Ну, правильно То есть ты согласен со мной Что не обязательно Говорить правду Нет, я говорю о том Что наоборот Зная, что ему придется умереть Пусть даже, да Через короткое время Человек может подлинно Прожить от них Он может быть Как-то распорядиться Своим имуществом Может он бросит работу И проведет больше времени С близкими Или умрет на этой работе Потому что никто не сказал ему Правду Он надеется на выздоровление В общем, вопрос спорный Если вас послушать То вы можете Прекрасно работать В МВД Потому что вы сразу Определите Кто говорит правду А кто говорит А неправду Мы учимся тут Спасибо, Эдуард А жизнь есть жизнь Жизнь есть жизнь Правильно Вот я у вас Знаете, что хочу спросить Эдуард Вот мы рассмотрели Очень сложную ситуацию Как раз вы нам Дозвонились в этот момент Если, например Супружеская пара И подруга знает Что ее подруге Изменяет муж Надо говорить Нужно говорить Или все-таки нет Я считаю нет Нет Почему нет? Потому что подруга Смотря какая она подруга Если она Подруга в кавычках Она скажет Чтобы своей подружке Сделать больно А если она Понимает Что это Может разрушить семью Она этого не скажет То есть Если вы знаете Что вашему другу Изменяет жена Вы об этом Ему рассказывать Не будете Нет Не буду Я Знаете Хочу вам что сказать Девочки Эдуард Если мы Все будем говорить Вы знаете Прекрасно Что у нас творится Вот сегодня Тоже была Какая-то передача Что там 80% мужчин Изменяет И 60% Женщин Так у нас вообще Семей не останется Да Семей не останется Абсолютно Все будут Хомостые И И не замуж И Я хочу сказать Эдуард Он будет За сохранение За то Чтобы бережно Относиться Друг к другу Правильно Я понимаю За то Чтобы С любовью За то Я вам скажу Что Вот Мы с женой Прожили Уже 60 лет Ну как Это разные Случаи Но я всегда Так сказать Прежде чем Говорить Правду Или Ложь Я Обязательно Ну как Бы Понимаю Во что Это выльется Поэтому Нужно Все Сглаживать Что-то Скрывать Которые Вольно Сделают Человеку Ну Сами Понимаете Поэтому Нужно Обязательно Следить За тем Что Не всегда Надо говорить Правду Спасибо Эдуард За ваше мнение Мы вас Поняли Замечательно Ну что Мудрая Вот такое Мнение Прерываемся Мы сейчас На этой самой Ноте Мы обсудим Обязательно Звонок Эдуарда После того Как послушаем Песню Друзья Оставайтесь С нами Песня Закончу Разговоры Бурные Челка Независимо Тряхнул Петушок Так ловко Ладил С курами Сразу Двух Любил А не Одну Только Я теперь Уже Не дурочка Так что Наливай На пасашок Пусть тебя Другая Любит Курочка И если Для нее Ты петушок Развод И девичья Фамилия Прощай Мой Милый Петушок Развод И девичья Фамилия Дуры Кого-нибудь Еще Пузырьками Пенеса Шампанское Наполняя Легкостью Меня И звучит Мелодия Цыганская В дальний Путь Свободою Маня Скоро Дверь Привычная Закроется Поищи Себе Других Небес Я не знаю Как там Все Устроится Но я Не вернусь До Твой Насест Развод И девичья Фамилия Прощай Мой Милый Петушок Развод И девичья Фамилия Дури Кого-нибудь Незавод Развод И девичья Фамилия Прощай Мой Милый Петушок Развод И девичья Фамилия Дури Кого-нибудь Еще Развод Развод И девичья Фамилия Прощай Мой Милый Петушок Развод И девичья Фамилия Дури Кого-нибудь Еще Развод И девичья Фамилия Прощай Прощай Мой Милый Петушок Развод И девичья Фамилия Дури Кого-нибудь О чем же сегодня говорят женщины категория 18 плюс Вот сейчас мы не говорили о споре или друзья такие жаркие споры были в нашей студии Почему сейчас мы вам расскажем напомним перед этим телефон прямого эфира 200 ровно 25.19 пытаемся сегодня выяснить что же лучше горькая правда или сладкая ложь и вот здесь с Натальей мы не только в эфире мы еще и за пределами эфира спорим Наташ ты сейчас сказала что если ложь не причиняет никому вреда да то это не ложь а фантазия то это не ложь а фантазия то есть такая ложь без последствий да без плохих последствий ну для меня да как человек в общем-то так слегка творческий я например могу абсолютно всегда могла сесть в поезд незнакомые люди которых я вижу первый раз и не увижу больше скорее всего никогда я могла представиться другим именем у меня несколько было любимых имен и вот я представлялась другим именем и рассказывать могла о себе все что угодно я это сочиняла тебе нужно книжки писать дорогая ну я пописываю конечно если вы еще Марина не знаете как бы пописываю да и мемуары то я уж напишу когда-нибудь однозначно но вот мне кажется что от такой лжи никому не плохо и поэтому вот она как раз и не ложь и это действительно фантазия то есть и прихвастнуть тоже можно да прихвастнуть вот у меня есть истории которые случились со мной когда-то с годами я их рассказываю и они обросли уже кучей всяких подробностей которые делают их только красивее то есть ты любишь быть в центре внимания и так словешь хорошим рассказчиком ну да вот экстраверт такой я да люблю быть в центре внимания что там говорится ты просто как бы актриса которая рассказывает не то слово не то слово ты что не заметила да вот умерла во мне прям великая актриса а что же нам сейчас наш слушатель расскажет интересно интересно все-таки правду или нет алло здравствуйте здравствуйте как вас зовут Нина Нина очень приятно ну что хотите нам рассказать Нина как вы относитесь к этой теме что лучше горькая правда или сладкая ложь а может быть своим опытом я согласна с психологом то что лучше горькая правда чем сладкая ложь всегда да ну при любых обстоятельствах кроме измены да 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 я считаю что мужчина или женщина должны сказать друг другу правду а такое ну то что бывает ложь во благо это когда человек болеет твой и ну врач не может сказать только вот это исключение да это исключение из правил а скажите пожалуйста бывали ли в вашей жизни случаи когда вы видели что вас например обманывают и вы уже были вы уже были согласны услышать эту правду но вот человек обманывает 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 вот противно наверное что я даже застала и простили да а бывали ли ситуации когда приходилось не на вам обманывать поделитесь нет с нами прям вообще нет вообще нет вот как я честно человеку скажу правду если вдруг я самому человеку сказала если вдруг что-то у меня другой человек стоят я скажу правду прямо в лицо а вот таких как мы с Ниной очень-очень мало да таких как мы с Ниной а вот вот этот наш вопрос на протяжении некоторого времени просто я считаю что ну вообще мы одно целое с Натальей Генцель которая сегодня за правду ура ура Нина скажите а как вам живется такой правдивой да кстати очень сложно вот вот расскажите о сложностях а как вас вообще воспринимают вот меня тоже считают городской сумасшедшей все мы немножко странные есть такое выражение как смешно слушать ложь когда знаешь правду и перебивать человека жалко он так старается я пытаюсь всегда когда я понимаю что мне врут воспринимать это как-то с юмором а потом так махнуть рукой вслед этому человеку и сказать идиоту иди ты мне не нужен ты мне не нужен но все-таки дослушаешь потому что человек все-таки старается старается Нина и у меня еще один вопрос у вас много друзей очень вот правда и вы всем говорите правду да лучше правду глаза сказать чем за спину сказать ну вот здесь я полностью согласна а на меня друзья обижаются и потом мы Катерине Трофимовой ходим на группы психотерапевтические Нина а еще такой вопрос а кем вы работаете ой не поверите на колбасном какая прелесть колбасный цех колбасный цех здорово слушайте пожалуйста Нина у вас колбаса из натурального мяса да правду говорит Нина говорит правда правда спасибо вам огромное на ваш звонок есть у нас еще честные люди ура 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 да еще друзья кто еще честный кто готов сказать нам правду 200 ровно 25 19 телефон прямого эфира для таких вот смелых и честных звоните а может быть вы когда-то и соврали соврали покайтесь покайтесь звоните мы отпускаем грехи в эфире 200 ровно 25 19 друзья ну что знаем мы или песню послушаем и фразы мы знаем которые лгуны чаще используют и песни у нас хорошие что будем делать песню наверное потанцуем чуть-чуть ну давайте потанцуем да давайте по переулкам и дворам гуляет вечер золотой по переулкам и дворам там где бродили мы с тобой ты рисовал мои глаза и нежно за руку держал ты обо всем мне рассказал и лишь о главном я просто сразу от тебя уйду когда пойму все по глазам когда прочту все по губам ударит ветер по лицу я просто сразу от тебя уйду грустит в квартире тишина грустит в квартире тишина а в чашке недопитый день когда разлюбишь ты меня исчезнет исчезнет лето исчезнет лето на совсем и кто-то не такой родной мне бросит в чашку рафина когда забудешь ты меня никто не будет виноват а я пойму все по глазам а я прочту все по губам ударит ветер по лицу я просто сразу от тебя уйду когда пойму все по глазам когда прочту все по губам ударит ветер по лицу я просто сразу от тебя уйду когда пойму все по глазам когда прочту все по губам Ударит ветер по лицу Я просто сразу от тебя уйду Марина Орлова, Екатерина Трофимова и Наталья Генцель О чем же сегодня говорят женщины Категория 18+. Друзья, мы вновь с вами Говорим мы сегодня по-честному, да, Наташа? По-честноку, да, всю правду На чистоту Как некрасиво лгать Все-таки, да, как некрасиво лгать А я все-таки продолжаю разбираться в тех случаях Когда ложь, может быть, бывает необходима Может быть, помогает сохранить отношения или семью Какая она бывает Ну вот, в общем, разбираемся Сложно нам, очень сложно И вот подсказывает нам Сергей Гужев Что у нас телефонный звонок Может быть, поможет Нам сейчас помогут, я прям чувствую Алло, здравствуйте Алло, здравствуйте, добрый вечер Добрый вечер, как вас зовут? Меня зовут Наталья Наталья, очень приятно Ну, расскажите, на чьей вы стороне? Я на чьей стороне? Никогда в жизни не нужно лезть С семьей, ничего говорить Просто я столкнулась сама С такой душевной травмой Когда мне лично сказали Угу Я Моя сказала подруга Вот это да Да, и потом я проходила большое лечение А у меня был просто и срыв Осталась ли она вашей подругой? Очень тяжело А? Осталась ли она подругой? Подругой осталась Вот, представляете Ну, она же хотела, как лучше Ну да, Наташа, скажите Вы бы предпочли не знать Вот сейчас, по прошествии времени Кстати, сколько времени прошло? По прошествии времени уже Ну, прошло лет пять Дело в том, что царство и небесное Мужа у меня нету Мужа, ты Я была молодая Угу Ну, я бы советовала никому Никогда ничего этого не говорить Потому что я поняла По своей практике Это дело, ну, как бы временное И все равно все возвращаются С семьей, все хорошо А какая душевная травма происходит Той женщине, которая скажет Это просто Какой вы милосердный человек Как можно было за такой поступок Когда вы столько пережили Простить эту подругу И продолжать с ней общаться Подруга сказала, что она хотела Как лучше Понимаешь? А получилось, как всегда А получилось, как всегда Ой, Наталья, да Это дело в том, что я сейчас сказала Что он к ней приставал Вау, он к ней приставал еще Да, и она против была Она хотела, чтобы мы с ним не были Чтобы мы развелись Она говорила, что он недостоин меня А чего она на самом деле хотела? Как вы думаете? Она хотела, чтобы я нашла лучшего человека в жизни А он продолжил приставать к ней? Да Может быть, он ей нравился, как вы считаете? Нет Нет? А вы, вот дальше, что происходило? Когда все это вы узнали? Как развивались? Мы, конечно, много времени не общались с ней Я чувствовала, что она переживала И я очень сильно переживала Угу Ну, а потом, как бы, я прошла лечение У меня, по своей сути, неврология В организме происходит У меня лицо начало давить, косить Ничего себе Угу Да, очень это серьезно Да, вот такие бывают последствия Я вам всему миру советую Никогда, никуда не лезь Увидел? Вот такая правда не нужна Закрой рот и все Живи, да Правильно Это твое дело Не вмешивайся Спасибо вам огромное за ваш звонок Пожалуйста Может, это и неправильно? Нет Наташа, вы очень правильно сказали сейчас Я рада, что именно вы это сказали И сейчас все слушатели Я думаю, прониклись вашей искренностью И услышали вас Даже, может быть, лучше, чем Человеку, которому скажут Ему будет очень больно И все это, хочу сказать Это все временные Все это Все равно, если человек любит То он вернется в семью Все равно он наврет И все будет потом хорошо Вот Наташа, а можно такой вот вопрос задать нескромный? Можно, можно А с мужем что случилось? Почему он, я так понимаю У него случилась онкология Он заболел раком и умный Такая тяжелая очередь От стресса от такого Да, его уже больше трех лет нет Соболезнуем, сочувствуем Желаем вам счастья Спасибо Да, желаем, да Двигаться вперед Все будет хорошо Спасибо вам Все очень сильное Очень сильное Честное Смелое И самое интересное Что это сказано Понимаете Исходя из своего жизненного опыта Вот то, о чем я Наташа Сегодня и говорю А я сказала, что не надо вмешиваться Ты сказала, не надо вмешиваться Вот, пожалуйста Правда, правде, рознь Понимаете? Друзья, как считаете вы? 200 ровно 2519 Звоните в нашу студию Есть у нас еще время Как раз до рекламы Наташа Обсудить те фразы Фразы, которые позволят нам Вычислить лгуна Есть у нас такие фразы? Да, встречались мне такие фразы Ну вот, например Рассказывает что-то человек И говорит В принципе, это все Вот он что-то сказал Что значит в принципе? Вот такое ключевое слово В принципе А может быть, это слово паразит? То есть он явно не договорил Не, ну паразит Ну подожди Ну словарного запаса у человека не хватает Я бы насторожилась Или вот такая фраза Я такого не помню Вы знаете, такая удобная позиция Чтобы не рассказывать А я не помню Не помню Это же невозможно проверить Помнишь? Но этот сразу должен насторожить А может быть, у него проблемы с памятью? Витаминов не хватает Как сказала Катя Мы патологию сегодня не рассматриваем Поэтому мы вот думаем Что это не 100% человек врет Но как-то вот Настораживает Я бы так и насторожилась Такая фраза еще Это невозможно доказать Что значит невозможно? Ой, это вообще Вот это 100% Мне одна женщина сказала как-то Ты не докажешь И вот тут я прозрела Ты ничего не докажешь Да, эта фраза меня тоже очень сильно насторожила Вот еще дальше Не понимаю, о чем ты Прекрасно А у него написано Что он все прекрасно понимает Не хочет об этом разговаривать Слушайте, я сразу скажу У меня была одна знакомая Которая говорила Если ты не знаешь, что сказать Притворись дурочкой Ага Я ничего не понимаю Глазками моргает Такая вся невинная Ничего не понимает Кстати, работает Да Я сейчас блондинка Надо попробовать В других цветах Попробуй, расскажешь Я не умею так притворяться Следующая фраза Зачем мне это надо? Вот ты что-то там спрашиваешь у человека А он тебе вопросом на вопрос Вот так, знаете Да зачем мне это надо? Есть такие люди Вообще, когда вопросом на вопрос Это значит, он не хочет говорить Он хочет заставить говорить тебя Молекуляция Молекуляция, да В чем-то тебя потом обвинить То есть он сам не отвечает на вопрос Вот явно он что-то Если не врет, то скрывает Может быть он хитрый какой-то Вот такой план Такой-такой Хитрый-хитрый Ну, мне кажется, с этой фразой Не все так однозначно Но есть над чем задуматься Потому что Вместо Зачем мне это надо Можно просто сказать А как оно есть на самом деле? Да, значит, человек не говорит правду Да это вообще как-то грубо А что за фраза такая? Да зачем мне это надо? Нет, ну вот ты человеку говоришь Вот ты поступил вот как бы так-то и так-то Пытаешься Почему? А он Нет, я этого не делаю Зачем мне это надо? И ты должен объяснить Надо ему там это Или не надо Да, то есть Он хочет, чтобы его поступок Объяснил ты сам Замечательно И ты будешь виноват Замечательно Да-да, вот такой манипулятор Или продолжение этой фразы Разновидность как бы Ты думаешь, я на такое способен? Смотри так И ты должен вот тут уже Прям я не знаю Как растопыриться И сочинить Способен он Или оправдать его Ты сам должен То есть настолько манипулирует Я так понимаю Тобой Что уже хочет Какие лжецы Манипуляторы, однако Да? Такие коварные Коварные Вокруг не протолкнешься Нас с Иной очень мало Да, ну, наверное, еще есть Все-таки такие честные Я думаю, что они обязательно Позвонят в нашу студию По телефону 200 ровно 2519 Друзья, сейчас мы прервемся Вернемся Я вижу, у нас уже много сообщений Екатерина Программа «Быть добру на Дону» Справки по телефону В Ростове-на-Дону 275-45-67 Категория 0+. Телефон рекламной службы ФМ-на-Дону 201-79-00 Наши Наши В эфире Внимание, внимание Идет голосование Радиостанция ФМ-на-Дону И сайт Дон-24 Выбирают участников Традиционного Новогоднего Огонька Наши в эфире Весь год По вторникам Марина Орлова И Тимур Камышанский Приглашали авторов Исполнителей Из Ростова И области Беседовали в прямом эфире Слушали песни И включали их В плейлист Пришло время Сделать выбор Хотите не только Услышать Любимого исполнителя Но и Увидеть его на экране Тогда Прямо сейчас Заходите на сайт www.don24.ru Голосуйте За любимого Исполнителя Включайте Телеканал Дон-24 Сразу После боя курантов И пойте Вместе с нами Информационные выпуски ФМ на Дону Последние 10 минут Каждого часа Разговорчики Краткие беседы Обо всем Самом актуальном В программе Разговорчики Слушайте по будням В 16.50 На ФМ на Дону Категория 12 Плюс Новости Шоу-бизнеса Самые интересные новости Из мира российского Шоу-бизнеса Расскажем В четверг Пятницу И воскресенье Категория 12 Плюс Сквозь терния Летел тебе Витать тебя Как до луны Прекрады Все преодолел Отныне Будем вместе мы Поцелуек Под дождем До свидания Ночи без сна Мы все с тобой Переживем Вот так вот Я люблю тебя ФМ на Дону Самая моя Моя Самая Любимая Открывает Окна Но Прохожу я Мимо них Красивая Любовь Красивые Слова Обещания Север И Восток Оказалось Мы в любовь Игра ФМ на Дону Мы давно с тобой Стали неделимые Ночи рваные Длинные Наши чувства Да безумия Ранимые Ночи длинные Длинные Ася О чем же Сегодня Говорят Женщины Категория 18+. Да, друзья Категория 18+, Потому что У нас Впереди Еще очень Интересная Тема Но мы Бережем До конца Нашей программы Работаем Мы по-прежнему В прямом эфире 200 Ровно 2519 Звоните В нашу студию Что же Все-таки Лучше Горькая Правда Или Сладкая Ложь Также Друзья Нас Можно Не только Слышать Но и Видеть Для этого Заходите На сайт www.don24.ru И Узнайте С каким цветом Волос Сегодня пришла Наталья Генцель Потому что Она так Часто Меняет Цвет волос Что мы Не успеваем Так что Вот вам Интрига Наташа 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 Прекрасно Выглядишь Спасибо Вот комплимент Я тебе Сделала И у нас Сообщения Были Про комплименты Значит У нас Сразу Много Сообщений Про комплимент Было Сообщение Где Например Муж Говорит Жене Что она Прекрасно Выглядит А она Поправилась Она Толстая И Разве Это Правда Это Никакая Неправда Пишет Нам Слушательница И как Быть В этой Ситуации Если он при этом Стоит ровный Не шелохнувшийся Резко Голову наклонил Значит Врет А если Нет И шевелится Нормально Значит Просто Ему пышечки Стали нравиться Я хочу сказать Очень часто Приходится Сталкиваться С ситуацией Где Мужчина Действительно Потерял Интерес К жене Мужской Такой Интерес В силу Того Что она Растолстела Но при этом Продолжает И говорить Дорогая Ты прекрасно Выглядишь Отношения Все хуже И хуже Дорогая Все толще И толще Подожди Дорогая Катя Подожди Дорогая же Смотрит на себя В зеркало И она Понимается Извините Сейчас Когда модной формы Обманщик Дорогая Может Запутаться Какому образу Следовать Если Любимому Нравятся Формы Она Как бы Нормально Заказывает Пиццу Сидит вечером Ест пиццу А потом Вдруг Выясняется Через год Когда она Ушел к другой Ходушке Он ушел к другой Ктуще И ему Толстый Вообще Не нравится У него Уже Плюс 20 Кг Зачем Он Это Делал Из Любви Комплименты Это ложь Я хочу Сказать Что Безусловно Это ложь Но Здесь Я бы разделила Комплименты На две категории Лживые Комплименты Комплименты Под халимаш Которые Направлены На манипуляции Которые Направлены На Какие-то Конкретные Чаще всего Коммерческие Цели И второе Комплимент Это когда Ты подчеркиваешь То, что в человеке Реально Выделяется Например Сказала, что Я хорошо Выгляжу И быстро Отвернулась От меня Наверное Лукавит За другой стороны Она шевелилась Я так смотрела На тебя Искренне Ты что Наталья Носа Она не касалась Я следила За Мариной А я касалась Вот И Второй вид Комплиментов Который Я сказала Ну реально У девушки красивые глаза Но при этом Она чуть полновата И не надо Говорить Ну как бы Ты толстая С красивыми глазами Зачем Просто скажи Что у тебя Очень красивые глаза И человеку Будет очень-очень приятно А вот что касается Того толстая Она или нет Это ей решать Не вам решать Но если она задает Конкретный вопрос Как ты считаешь Я поправилась Или нет Да То тут надо Честно сказать Как ты считаешь Да Вот мое мнение Что ну как бы Да По сравнению С тем Периодом Когда мы познакомились Да Ты поправилась Ну любить же я тебя Не перестал Я тебя люблю Дорогая Но если бы ты Снова вернулась К прежним формам То может быть Да Мы снова бы Прожили И обрек ее На вечные муки В спортивном зале Ну почему Сказал бы правду Я не могу молчать Дорогие друзья У нас сегодня Тема такая сложная И все слушатели Пишут и пишут и пишут У нас сегодня Просто клуб писателей Звонков не так много Зато пишет очень много Итак Слушательница пишет Друг если промолчит Перестает быть другом Мне кажется Подруга правильно сделала То есть это она говорит О той ситуации Спорный вопрос О той ситуации Когда подруга узнала Об измене И рассказала Своей подруги И вот здесь Как раз таки Да Другая Оценка действий Противоположное мнение Тоже имеет право На существование Ну зато Понимаешь Там были такие последствия А вот еще сообщение У меня выработалось Правило Насчет вранья Я не напрягаюсь Не напрягаюсь Кому-либо верить Лучше приятно Удивлюсь Замечательная защита Да Наверное Такая психологическая Способ психологической Защиты Еще сообщение Да А я сейчас пересмотрела Доверчивость свою Мне кажется Я реальность Не хочу видеть Приятно видеть Вокруг Хороших Честных И поэтому Оправдываю Верю И так далее На самом деле Друзья Действительно Это очень частая ситуация Я очень Вспомнила Историю Вот Личной Своей жизни У меня была подруга Которые были Отвратительные Вплоть до драк Отношения Со своей взрослой дочерью Ну девочка была Действительно сложная Как-то особенно В переходном возрасте Но при этом Девочка Подружка Одноклассница По-моему Которая приходила В гости Сладко пела Комплименты Вот на мой взгляд Она была Вот насквозь Лицемерная Комплименты кому? Маме? Кому угодно Она могла Мне, маме Да То есть Ну в основном Нам Потому что Саша Это вот Ну как бы Дочка Она бы Не терпела Она чувствовала Что она лживая Зачем она приглашала Ее в гости До сих пор Понять не могу Что между ними Было общего Ну наверное Что-то было Может они там По учебе помогали Другой Не знаю Не в этом суть А вот моя подруга Этой девочкой Восхищалась Она говорила Что она доброжелательна Как она умеет Общаться со взрослыми Как она изысканно Делает вот эти комплименты То есть Она говорила Чтобы если Ее дочь была бы такой Вот это ее Мечта просто Я думаю Что твоей подруге Нужен был какой-то пример На фоне которого Ее дочь Была бы неуспешной Плохой Которую надо было бы Переделать И тут как нельзя Кстати Была эта девочка Со своими комплиментами Это первое Второе Я думаю Что в этой семье Очень не хватало Может быть Вот той доли Добра И любви Пусть даже Приторно-сладкой Ну да Которую они не имеют Ну если маму с дочкой дерутся Какая уж там любовь Да Там исключительно правда Была в этих отношениях Но правда К сожалению Горькая На самом деле Сколько браков Когда супруга Или супруг Знает об измене Своего супруга И продолжают жить Не замечая Причем Мужчина например Может себя уже вести Настолько нагло Он уже практически Не скрывает Но она не видит Не замечает Не хочет Это брак В прямом смысле Этого слова Брак Брак А у нас друзья Песня Мы сейчас прервемся Потанцуем И вернемся в нашу студию А у нас И сообщений много Все прочтем Он любил меня Когда-то вот так же Я искала Я искала эту бездну так долго Без него я словно небо без бога Он тебе не ответит Он тебе не ответит сам Только где-то в его глазах Правда твоя Там я Я тоже Я тоже его люблю Распята душа Живу Еле дыша Я тоже Я тоже его люблю Расплата за боль твою Он не со мной Он твой Я смелилась с одиночеством ночи Он однажды и твоей не захочет Он вернется и я впущу Он попросит и я прощу Обиды пусты А ты Я беспомощно тону В этой страсти Не проси меня вернуть Твое счастье Проклинаешь, а я молюсь Ненавидишь, а я люблю Бог нам судья А я Я тоже Я тоже Я тоже его люблю Распята душа Живу Еле дыша Я тоже Я тоже его люблю Расплата за боль твою Он не со мной Я тоже Я тоже Я тоже его люблю Распята душа Живу Живу Еле дыша Марина Орлова Екатерина Трофимова И Наталья Генцель О чем же Сегодня Говорят Женщины Категория 18+. Говорим сегодня мы с вами честно На чистоту Тема у нас Горькая правда Или сладкая ложь Продолжаем ее обсуждать Есть у нас еще сообщения Друзья, кстати, напомню Что мы работаем в прямом эфире Двестерона 25.19 И тут же Сергей Гужев показывает Что у нас есть телефонный звонок Алло, здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Елизавета Елизавета Я писала, писала Решила вам позвонить все-таки Правильно Ну поделитесь Значит накипело Вот внутри Что не смогли сдержаться Отличная история сейчас будет Да, конечно У меня была личная такая история Очень давно произошедшая Когда Мой нынешний муж Был в отношениях С другой женой И о том, что у нас с ним была связь Он ей об этом не сказал Вот Ну, возможно, боялся Возможно, не хотел Вы были в статусе любовницы На тот момент Я в тот момент Вообще непонятно В каком статусе была Непонятно вообще была Узнала, что есть семья И исчезла Понятно Вот И Позже, когда уже начали Развиваться отношения Он мне сказал Что он ушел от жены А жене сказал Что никого нет Ну, в общем Как-то Это была ложь Чистая вещь Вот И закончилось Стоять все тем Что сейчас я живу с ним А она до сих пор Со мной не общается Ну, я враг Кто? Жена не общается? Да Ну, вот вообще никак Вот Просто не существует А вам нужно с ней общаться? Прямо так необходимо? Нет, нет, нет Нет, нет, конечно нет Сколько лет прошло После этой ситуации? Сколько лет? Ну, уже 9 лет 9 лет не общаться Смотри, какая Все помню Ну, я понимаю Человеку сложно Вот Если сказать У нее ситуацию Что это можно понять Совершенно недавно Для себя я просто Увидела Как это на самом деле Случилось Он не сказал Ничего тогда И она обиделась Ага Понимаете? Просто я не сказал Правду Он правды Вообще не сказал Никому, не ей, не мне И я, например, считаю Что лучше сказать правду Ну, вы думаете Она бы не обиделась Если бы он сказал Я о том, что есть Однозначно Однозначно Это сделало бы ей больно По-любому, да Но я все-таки За правду Потому что Ее, конечно, сложно Очень сказать Но вот ложь Эту обслуживать Еще сложнее И она приводит К очень Ну, к плохим последствиям А скажите Бывшая жена Вашего супруга Она сейчас В отношениях Она в браке Или она До сих пор одна Не, она до сих пор одна У нее там было Много отношений разных Но К союзу Это не привело Ни разу А вот скажите, пожалуйста У меня вопрос такой Как вы думаете Говорить правду Сложнее Или проще Говорить правду Сложнее Почему? Ведь не надо Ничего придумывать Просто сказать правду Да, вот интересно Действительно Ну, это же нужно Выглядеть В глазах Другого человека Надо соответствовать Какому-то своему Собственному мнению О себе О том, что ты хороший Хочется быть Идеальным во всем Хочется, чтобы Ну Чтобы к тебе не разочаровались Он очень плыл Да, под тебя Но это же На самом деле Самообман такой тоже Да Лучше признаться себе В том, что есть на самом деле И понять, как можно Вот, и быть честным С собой Здорово Скажите, Елизавета А ваш муж стал правдивее Уже в отношениях с вами? На сегодняшний день Он старается Старается Он работает над собой Все-таки Он работает над собой Да И вы это видите Это взаимный процесс Да Я это вижу Это всегда взаимный процесс Поэтому вы на верном пути Чувствуете, что вы еще И сочувствуете его бывшей жене Да Вот вас Да, вот это удивительно Да, да Здорово, да Здорово Спасибо большое, Елизавета За ваш звонок Вот такое вот мнение Елизавета тоже за правду И что ценно Что это все подкрепляется Как раз жизненным опытом Вот, нас честных людей больше Главное, чтобы мы не врали А вот, понимаешь Если в тот момент супруг Сказал правду Но опять же Мы же не знаем Как бы было на самом деле Ну да И какие последствия У его супруги Может быть психологические были бы А вот интересно Слушательница пишет Некоторым не угодишь И будешь виноват в любом случае Скажешь или не скажешь правду Бывает И мне кажется золотые слова Потому что, знаете Надо быть честным с собой Если ты считаешь Что правильно сказать правду То говори А другим не угодишь И ты можешь быть виноват И не надо никому угождать Не надо никому угождать Кстати, а замечали Замечали такую ситуацию Когда человек Сам что-то придумал Потом в это поверил На сто процентов И вроде бы Как бы уже Это и правда И тогда он убедителен На сто процентов Это я Это ты? То есть, ну вот Мне кажется, что я Она сказала это Понимаешь, через два часа Прямого эфира Ну, видите Признала Раскололась Нам же в МВТ сказали Можно работать Это для меня правда Мы же говорим Что у каждого своя правда Если я говорю мужчине Я люблю тебя То это вот сейчас Сегодня вот в эту секунду А завтра Я ему скажу Нет, я тебя не люблю И он мне скажет Ты меня обманула? Ничего подобного Нет, я вчера верила в это Я его любила Я сказала ему правду А завтра она уже другая Я уже его не люблю Посмотри на глаза Сергея Гужева Женщина-гистальтист Перед тобой Здесь и сейчас И все Честно Ну ты сразу предупреждаешь Что здесь и сейчас Ой, предупреждаю, да Это да Да, то есть они уже готовы А вот бывают ситуации Когда секреты, да От папы или от мамы У детей и родителей Или секреты, знаете Бабушек и дедушек От родителей Ой, какая неприятная ситуация Ну вот самые большие секреты С которыми мне пришлось Сталкиваться Это секрет о том Что родился вообще внук Да, мне приходилось Сталкиваться Что родился сын У женщины И она умудрилась год скрывать Факт его рождения От своих родителей Ну все равно Она уехала в другой город И там Наверное без мужа родила Ну естественно, да Без мужа родила Ну как без мужа Сначала думала с мужем Потом казалось, что это без мужа Ну что такие родители В общем муж собрал, да И дело не в этом Дело в том, что Это характеризует часто Семейную систему Я сказала, это самый большой Да, такой факт лжи А часто мне приходится Работать с тем Что вообще секретов миллионы И не говорят даже Элементарных вещей детям Которые следовало бы рассказать Которые вообще прям даже надо Например, откуда берутся дети Ну как вариант То есть сразу самый острый вопрос, Наталья Или, например, да Если был развод, почему он был, да Или, например, если был конфликт Почему он был Или, например, происхождение Да Ну вот многие не знают, как рассказать Почему мама и папа Больше не живут вместе Да, и предпочитают Вообще избегать А есть какая-то Да, есть какая-то фраза Заготовочка Есть заготовочка Есть у моей мамы была Давайте озвучим А можно я скажу А вот Катя потом скажет Да, давай Интересно, правильно мама сказала Правильно, да Ребенку моему на тот момент Было, наверное, ну лет Ну там 3-4, наверное Где-то 4 вот так И когда она спросила Вот почему Родители не живут вместе Мама ей сказала Вот есть такая плохая девочка Разлука И она разлучила маму с папой И ребенок удовлетворился Полностью На 10 лет вперед Это гениально Это гениально Потому что ребенок понял Что это не из-за него Да А есть какая-то плохая разлука И не они, кто злука Паха плохой бросил маму Не важно, кто это Не мама плохая бросил А вот кто это Она приложила на кого-то Да, да Это было просто действительно гениально Да То есть основная мысль Что это касается взрослых У них возникла такая сложная ситуация Они с ней разбираются Если развод идет в текущем времени Если он был в прошлом Ну вот родители, да Они любили друг друга Они родили себя в любви А потом возникла ситуация Которая их разлучила То есть они хорошие А вот эта ситуация Или разлука Вот ничто Произошло между ними И создало вот этот негатив Вообще все хорошие Никто ни при чем Самое главное, что ребенок ни при чем Да Потому что дети обычно Чувствуют И вот здесь хочу отметить Про секретики Да Вообще дети любят играть в секреты Вспомните Закапывать какой-нибудь клад Искать его Да Какие-то сокровища Что-нибудь придумывать Фантазировать Да Создавать целые миры Помните, да Вот Швамбрание, да Например Где целый мир Который создан Маленьким мальчиком И существовал В его голове Швамбрание Да Там, где жесткие рамки И границы Рождается фантазия Так вот Это нормально Плохо Когда секрет Например У ребенка и бабушки Или у ребенка и дедушки Тогда Родители Да Вот это сразу Конфликтогенная ситуация Будут ссоры в семье Ну или например Соответственно У мамы И Ну у тещи И невестки И у свекрови И сына Да Вот это тоже Конфликтогенная сфера То есть здесь Секретики Могут быть разрушительны Для семьи Ну что У нас Остается еще Восемь минут Наталья там Приготовила Ох Горячую тему Я волнуюсь Я волнуюсь Честно сказать Мы еще даже Не знаем Что сейчас будет Происходить Наталья испугала Наталья испугала нас Мы В начале программы Наталья испугала Сейчас Она сомневается О что Как будто Мастер-класс подготовила Да Мастер-класс Наталья уже передумала Нет Я такая честная Давай Тут прикидывалась Два часа Я вас обманула Ооооо Нет Нет Никакого мастер-класса Не буду Но про Симуляцию оргазма Все-таки Я свое мнение скажу Вот для меня Ложь в семейных отношениях Начинается Не с измен А именно Вот с этой маленькой Совершенной Женской хитрости Женской хитрости Почему если у нас Болят зубы Мы идем к врачу Вот они были здоровы А потом заболели А почему у нас Какие-то проблемы Вот в сексуальной сфере В семейных отношениях И мы к врачу не идем То есть никто их не решает А наоборот Как это полетается Завуалировать И вот с этого Начинается Как бы Ну кстати Возможно То есть А что ты считаешь Нужно было сделать Сесть за стол переговоров И сказать Нельзя врать в этом тоже Друг мой Ну как бы да Всегда можно разобраться Ну да А ты не думаешь Что после этого отношения Как-то Угас Улучшится Улучшится Вот как раз Слушательница пишет Притворство хуже лжи Я думаю Как раз это в тему Того о чем говорит Наташа Я хочу вам сказать Что Если есть в паре Любовь То Ну Отсутствие оргазма Это мелочь Которая легко решается Двумя людьми Если начинать С притворства То эта мелочь Может превратиться В трещину И раскол В отношениях Поэтому Поддерживаю Поддерживаю Наташа Тебя Совершенно ты права На все сто процентов Если есть проблема Ее надо решать А не делать вид Что все хорошо Рванет Точно Давайте мы сейчас Решим Кому же мы Отдадим наш Подарок Сегодня Наш сертификат Назовем всех Эдуард Нина Наталья Елизавета Вроде бы я никого не забыла Да Эдуард Ну вот как бы Нина Как ты думаешь Катя Ты к кому склоняешься Елизавета Нина Наталья Я склоняюсь Я склоняюсь К Елизавете И я тоже Мне очень понравились Ее рассуждения Как бы Она такие смогла Выводы сделать И чувствуется Человек как-то И вот он работает Над этим И тема Ей так Не безразлична Она не просто Что-то рассказала Посмеялась Как-то А действительно Задела ее За живое Ну что Елизавета Я присоединяюсь Мы вас поздравляем Если у нас есть Аплодисменты То Сергей Гужев Сейчас нам их поставит Он нам сам аплодирует Мы тоже Присоединяемся Мы тоже присоединяемся Да Вот пожалуйста Сертификат Магазин Женской одежды Из Германии Между прочим И Италии Лаурель На 1000 рублей Ваш А Наталья Генцель Нам по секрету Сказала Что там есть И украшение Которое Вы сможете купить Как раз Этот сертификат И вам не придется Никого обманывать Потому что Все у нас честно И все открыто Все в прямом эфире Вот здесь и сейчас Ну что У нас остается еще Минутки 4 Мы можем еще Прочесть сообщение Кстати друзья Вот что удивительно Хотела сделать вывод Когда у нас Такие острые темы Касающиеся чего-то Честного Давайте вот На чистоту То звонков У нас как правило Мало И причем В первом часе Была такая интересная Ситуация Когда Сергей Гужев Нам показывает Что есть звонок Но через несколько секунд Говорит Что звонка нет Не перезванивает человек Ну да Видимо Вот была такая Был момент Когда все-таки Искренность И честность Взяла вверх Но потом передумали А может быть там Какие-то другие причины Но мы уже об этом Ничего не узнаем Но то что у нас сегодня Очень много сообщений Это факт Екатерина Есть еще время Итак Будет сложно Это как раз Тема Натальи Но если отношения Будут открытыми То это приведет К соединению Полностью с вами согласна А можно я еще скажу Девочки Вот когда-то Когда я Сама проанализировала В себя Когда я решила Быть честной Самой с собой Я поняла Что это Трудно в том плане Что вот Некоторые из людей Которых я вроде бы Считала своими друзьями Они перестали ими быть И вот пришлось С ними расстаться Но зато теперь Я общаюсь С людьми Которые меня понимают Почти всегда А вот смотри А мне вот что интересно Которые мне не надо Не врать Не притворяться А вот если тебя Не обманывают А если просто Чего-то не договаривают Это все-таки ложь Да Не договаривают Ну просто Это их дело Это их дело Абсолютно их дело Потому что Вот говорить правду И быть честным Для меня это разные вещи Говорить правду Это я говорю правду другим А быть честным Это быть честным С самим собой И если вот здесь Никакого диссонанса нет Если это все будет хорошо То будет все хорошо А вот еще слушательница пишет А мне кажется Надо отдать сертификат Вот Наталье И потому что Ситуация очень такая Жизненная Серьезная И вызывается чувство И она такая была искренняя Хочется ее очень поддержать Сертификатом Прям я вот Сердце у меня Ну хорошо Давайте поддержим Наталью Наталью тоже Еще один писк Поздравляем Да, давайте поддержим Наталью Тоже сертификатом Потому что Ну правда Вот я прочитала сообщение И поняла Что и Елизавета И Наталья Достойны Обе сертификата Ну что же Елизавета и Наталья Мы с вами обязательно Свяжемся Расскажем Как все это дело Интересное Забрать Что делаем Выводы Наталья Ну как сказать Я вот обещала сегодня Про Иру Любимую свою Куму Все-таки что-нибудь сказать Прям называй ее Ну скажи Вот она очень любит повторять Ты всегда находишь Себе оправдание Вот что бы я не рассказывала Так Она считает Что я ее обижаю И все время нахожу оправдание Для меня это не оправдание Для меня это объяснение То есть я каждый свой поступок Могу для себя Объяснить И поэтому принимаешь меня Значит ты мне друг Не принимаешь Значит до свидания У тебя все так прям резко Все четко Да у нас одна минутка Я буду краткой Я начинала эту программу С того что Все-таки нужно Смотреть на ситуацию На конкретную ситуацию Иногда Действительно Правда Может Причинить боль И вред здоровью Другого человека Нанести Именно Какие-то непоправимые Психологические травмы Я думаю Что не всегда Нужно говорить правду Это мое мнение А я сижу Переполненная эмоциями Я вижу Как ликуют Наши слушатели Какие они искренние Классные Ура Улыбайтесь И будьте счастливы Да друзья На этом мы с вами прощаемся Сегодня с вами были Наталья Генцель Екатерина Трофимова И Марина Орлова До встречи Услышимся Ровно через две недели Редактор субтитров А.Семкин